Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – синтаксический и пунктационный разбор предложения. План синтаксического разбора простого предложения, он обозначается цифрой 4. План синтаксического разбора сложного предложения, он тоже обозначается цифрой 4. И план пунктационного разбора, он обозначается цифрой 5. План синтаксического разбора. Первое, ребята, надо определить вид предложения по цели высказывания. Ребята, вы знаете, что предложения по цели высказывания делятся на повествовательные, вопросительные и побудительные. Вопросительные предложения содержат вопрос, повествовательные содержат сообщение, а побудительные предложения побуждают к действию. Второе вид предложения по интонации. По интонации предложения делятся на восклицательные и невосклицательные. Восклицательные предложения выражают чувства, невосклицательные предложения не выражают чувств. Третье. Надо определить грамматическую основу, если это простое предложение, а если сложное, грамматические основы. Дальше, ребята, мы рассмотрим пункты, которые относятся только к простому предложению. В простом предложении надо будет также определить распространенное оно или нераспространенное. Если вы помните, в распространенном предложении, кроме главных членов предложения, присутствуют и второстепенные, а нераспространенные предложения состоят только из главных членов. Главные члены предложения обозначаются пятым пунктом. Шестой пункт. Обозначаются второстепенные члены предложения, если они есть. Однородные члены предложения, если есть. И обращение, если есть. Эти пункты относятся только к простому предложению. Сложное предложение. Что же мы будем обозначать в сложном предложении? Простые предложения в составе сложных, их грамматические основы. И определим, с помощью союзов или без союзов соединены части сложного предложения. А теперь выполним образец письменного синтаксического разбора предложения. Вначале простого, а затем сложного. Тонкий туман стоит вдали над полями. Определяем. Первое. Вид предложения по цели высказывания. Данное предложение содержит сообщение. Поэтому предложение является повествовательным. Вид по интонации. Предложение произносится без восклицательной интонации. Поэтому оно является невосклицательным. Третье. Определяем грамматические основы. Что туман? Туман что делает? Стоит. Одна грамматическая основа. Предложение является простым. Далее нужно определить, распространенное оно или нераспространенное. Для этого подчеркиваем второстепенные члены предложения. Смотрим, есть ли они. Туман какой? Тонкий. Это определение. Стоит где? Вдали над полями. Это обстоятельство. Наличие второстепенных членов предложения говорит о том, что это предложение распространенное. Следующий пункт. Однородных членов предложения. Однородных членов предложения нет. Обращения. Обращений тоже нет. Вот, ребята, мы выполнили с вами синтаксический разбор простого предложения. Еще раз напомню, что при синтаксическом разборе над предложением стоит цифра 4. Разбор сложного предложения. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Определяем вид предложения по цели высказывания. Предложение является повествовательным, так как в нем содержится сообщение. Вид по интонации. Не восклицательное. Находим грамматические основы. Что снег? Снег что делает? Пелеет. Что воды? Воды что делают? Шумят. Предложение сложное, ребята. Мы выделили грамматические основы, определили их части. Указываем, что оно сложное. Части связаны с союзом А. Значит, это предложение союзное. Это, ребята, синтаксический разбор сложного предложения. План пунктационного разбора. Ребята, пунктационный разбор обозначается цифрой 5. Что такое пунктуация? Что такое пунктуация? Пунктуация – это, ребята, наука, которая изучает знаки припинания. Знаки припинания делятся на группы. Первое – это знаки завершения предложения. Мы знаем, что в конце предложения ставится точка, восклицательный знак, вопросительный знак или многоточие. Эти знаки называются знаками завершения. Знаки разделительные в предложении. Разделительным знаком, ребята, относятся знаки, которые ставятся между однородными ченами предложения и между простыми предложениями в составе сложного. И третье – знаки выделительные. Они, ребята, ставятся при обращении, если есть. Спешите, сделайте синтаксический разбор второго и четвертого предложений. Составьте небольшой рассказ об осени. Осень всегда прекрасна и печальна. Вчера светило солнце, а сегодня вдруг пошел дождь. Глухой, неторопливый, обволакивающий магическим спокойствием все вокруг. Он поет природе колыбельную. В данном тексте речь идет об осени. Да, ребята, осень – прекрасная пора. Осенью природа меняется. Она наряжается в яркие красные, бордовые, желтые цвета. Обязательно составьте небольшой рассказ об осени. А сейчас выполним синтаксический разбор второго и четвертого предложений. Вчера светило солнце, а сегодня вдруг пошел дождь. Найдем грамматическую основу предложения. Солнце светило. Дождь пошел. Предложение является сложным. Части сложного предложения связаны с союзом А. Чтобы выполнить синтаксический разбор, ребята, обращаемся к плану. Предложение значит сложное. Части связаны с союзом А. Это говорит о том, что оно союзное. По цели высказывания определяем. Оно является повествовательным. По интонации – невосклицательное. И грамматические основы мы подчеркнули. Следующее предложение. Четвертое. Одна грамматическая основа говорит о том, что предложение является простым. Поэтому подчеркиваем и второстепенные члены предложения. Поет «Чему? Природе» является дополнением. Отвечает на косвенный вопрос. Поет «Что? Колыбельную». Также является дополнением. Отвечает на косвенные вопросы. Данное предложение является простым. По цели высказывания. Оно является повествовательным, так как содержит сообщение. По интонации – невосклицательное. Наличие второстепенных членов предложения говорит о том, что это предложение является распространенным. В предложении отсутствуют однородные члены, отсутствует обращение. Еще одно задание, ребята, на закрепление. Спешите, вставляя пропущенные буквы, расставляя знаки припинания. Союзы заключите в овал. Весь день туристы осматривали достопримечательности Баку, а вечером они пошли в филармонию на концерт. Данное предложение отмечено цифрой 5. Это говорит о том, что мы будем с вами также выполнять пунктационный разбор. Поставим пропущенные буквы. В слове «осматривали» пропущена буква «и». Это орфограмма, пропущенная в суффиксе. Достопримечательности пропущена буква «а». Ча-ща пишет с буквой «а». Далее, ребятки, в филармонию пропущена безударная гласная «и». Она непроверяемая. В слове «пошли» пропущенная гласная «о» в приставке. Это неизменяемая приставка. Найдем грамматические основы. Туристы что делали? Осматривали. Это грамматическая основа первой части предложения. Кто они? Они что сделали? Пошли. Это говорит о том, что это предложение сложное. Поэтому мы должны отделить первое предложение от второго. Они связаны с союзом «а». Заключаете союз «а» в овал и ставите запятую. Как же выполнить пунктационный разбор? Давайте посмотрим, какие здесь знаки припинания. Между частями предложения, запятая, это мы знаем. Разделительный знак припинания в конце предложения. Это знак завершения. На лесной опушке бабочки кружатся и порхают над цветами. Пропущенные буквы. Лесной. Пропущено гласное «е». Проверочное слово «лес». Это безударное гласное в корне слова. Бабочки. Это непроверяемое гласное в корне слова. Пишется буква «а». Порхают. Гласное «о» в корне слова. Также является непроверяемой. Над цветами пишется гласное «е». Проверочное слово «цвет». Цветики. Цифра 4. Говорит о том, что нужно выполнить полный синтаксический разбор. Вначале найдем грамматическую основу. Бабочки. Кто бабочки? Это подлежащее. Бабочки что делают? Кружатся и порхают. Это говорит о том, что предложение является простым. Союз «и» связывает однородные сказуемые. Запятую перед союзом «и» не ставим. Второстепенные члены предложения. Порхают. Порхают «где» над цветами является обстоятельство. «Где» на опушке – это тоже обстоятельство. На опушке «какой» – «лесной» является определением. Анализ предложения. Как мы сказали ранее, это предложение простое. По цели высказывания оно является повествовательным, содержит сообщение. По интонации, как мы видим, оно не восклицательно, не выражает чувств. Наличие второстепенных членов предложений говорит о том, что оно является распространенным. И, ребятки, в данном предложении есть однородные члены предложений, которые мы обозначили. Они связаны с союзом «и» и запятая перед союзом «и» не ставятся. Именем Азима Азимзаде назвали училище, где он преподавал долгое время. Посмотрим на пропущенные буквы. Назвали пропущенное гласное «а». Она находится в приставке. Приставка «на» неизменяемая. Училище гласное «и». Орфограмма находится в суффиксе. Грамматическая основа. Что сделали? Назвали. Это сказуемое. Кто он? Что делал? Преподавал. Данное предложение состоит из двух простых предложений. Связываются эти предложения словом «где». Перед словом «где» ставим запятую. Предложение является сложным. Азербайджанский поэт Низами Генжави считает, что труд является эффективным средством физического воспитания. Считал орфограмма «и». Это, ребята, чередующие согласные. Пишется гласное «и», так как после корня стоит суффикс «а». Эффективным. Это иноязычное слово, заимствованное. Пишется с двумя «ф». Воспитание гласное «о». Безударное гласное «о». Грамматическая основа. Кто? Низами Генжави. Что делал? Считал. Что? Труд является средством. Труд – это сказуемое. Труд – это подлежащее. В данном предложении два простых предложения. Это сложное предложение. Перед союзом «что» ставим запятую. Скоро начинаются вступительные экзамены, и абитуриенты готовятся к ним. Начинается безударная чередующаяся гласная «и». Чередующаяся гласная «и». Пишется «и», так как после корня стоит суффикс «а». Абитуриенты – это, ребята, иноязычное слово, заимствованное из другого языка. Пропущена гласная «е». Готовятся – это безударная, непроверяемая гласная «о». Грамматическая основа. Что? Экзамены. Что делают? Начинаются. Кто? Абитуриенты. Что делают? Готовятся. Предложение сложное. Оно состоит из двух простых предложений, поэтому перед союзом ставим запятую. Они связаны с союзом «и». Сегодня мы с вами познакомились с планами синтаксического и пунктационного разбора. Мы научились выполнять синтаксический разбор простого предложения и синтаксический разбор сложного предложения. Ребята, в связи с тем, что количество больных коронавирусом увеличивается, соблюдайте правила гигиены, часто мойте руки, не забывайте надевать маску при выходе на улицу и соблюдайте дистанцию. До свидания. Всего хорошего. Здравствуйте, дорогие шестиклассники. Тема сегодняшнего урока – отношения-пропорция. Что такое отношения? Отлично от нуля частное двух чисел А и Б называется отношением двух чисел А и Б. Отношение показывает, во сколько раз одно число больше другого или какую часть одно число составляет от другого. Давайте рассмотрим задание номер один со страницы 42. Учитель проверил 25 работ учащихся. Ему осталось проверить еще 45 работ. Вопрос А. Во сколько раз количество непроверенных работ больше количества проверенных работ? Мы можем это записать в виде отношения 45,25. То есть это 9,5 равно 1,4. Вопрос Б. Какую часть составляет количество проверенных работ от количества непроверенных работ? Посмотрите, пожалуйста. Мы можем это записать как 25,45. То есть это составляет 5,9. Следующее задание. Задание номер 4 со страницы 42. Нужно вычислить следующее отношение. 1,8 деленное на 5,4. Можно и числитель, и знаменатель сначала умножить на 10. Мы получаем дробь 18,54. Далее числитель и знаменатель можно сократить на 18. И получаем 1,3 часть. В пункте Б. 2,4 нужно разделить на 0,08. И числитель, и знаменатель здесь можно умножить на 100. Получаем 240, деленное на 8. Это составляет 30. В пункте В. 3,5 мы делим на 49. Здесь тоже числитель и знаменатель можно умножить на 10. Получаем дробь 35,490. И числитель, и знаменатель этой дроби можем разделить на 7. В итоге мы получаем дробь 5,7. В пункте Г. Обратите внимание. 360 граммов делить на 5,4 килограмма. Единицы измерения у нас должны быть одинаковые. Поэтому 5,4 килограмма мы переводим в граммы. То есть умножаем на 1000 и получаем отношение. 360, деленное на 5400. Это составляет, если сократить на 10, мы получаем 36,540. И далее и числитель, и знаменатель можно разделить на 36. И мы получаем дробь 1,15. Следующее задание. Это задание номер 7 со страницы 42. В спортивных соревнованиях принимали участие 72 школьника, 18 из которых девочки. Что показывают следующие отношения? Пункт А. 72, деленное на 18, равно 4. Это отношение показывает, во сколько раз школьников больше, чем девочек. В пункте В. 18,72, это равно 1,4. Это показывает, какую часть школьников составляют девочки. В пункте В. 18,54, это равно 1,3. Это отношение показывает, какую часть девочки составляют от мальчиков. И в пункте Г. 54,72, равен 3,4. Это отношение показывает, какую часть школьников составляют мальчики. Давайте рассмотрим задание номер 20 со страницы 42. Скорость звука в воздухе 300 метров в секунду, а скорость пули 1,5 километра в секунду. Найдите отношение скорости пули к скорости звука. Во сколько раз скорость пули больше скорости звука? Скорость звука у нас 300 метров в секунду. Скорость пули 1,5 километра в секунду. Это надо будет перевести метр в секунду, равно 1500 метров в секунду. Далее мы должны найти отношение скорости пули к скорости звука. То есть 1500 делим на 300, и получается, что скорость пули в 5 раз больше скорости звука. Следующее задание, задание номер 25 со страницы 42. Для учащихся 5 и 6 классов школа закупила 50 билетов в театр. В 5 классах учатся 72 ученика, а в 6 классах 48. В каком отношении нужно разделить билеты между 5 и 6 классами? Посмотрите, пожалуйста. Мы находим отношение 72 к 48. То есть это в частях составляет 3 к 2. Далее мы 50 должны разделить на 5 равных частей. То есть это получается 10 билетов. 10 умноженное на 3 равно 30 билетов. Это будет у нас в 5 классах. И следующее. 10 умноженное на 2, 20 билетов. Это у нас будет в 6 классах. Равенство двух отношений называется у нас пропорцией. Посмотрите, пожалуйста, как мы это записываем с помощью букв. Либо как знак деления, либо в виде дробной черты. А и Д у нас называются крайними членами. А Б и С у нас называются средними членами. Основное свойство пропорции у нас следующее. Произведение крайних членов равно произведению средних членов. То есть если мы запишем пропорцию еще раз с вами здесь, как вы видите, А деленное на Б равно С деленное на Д, то можем записать А умноженное на Д равно Б умноженное на С. Задание номер 3 со страницы 48. Можно ли из данных отношений составить пропорцию? Посмотрите, пожалуйста, в пункте А 2,8 деленное на 0,7 равно 152 деленное на 38. И в том и в другом случае выражение равно 4. То есть это у нас пропорция. И в пункте Г 5,1,4 деленное на 3,1,16 равно 1,1,19 деленное на 35,38. Если вы вычислите выражение слева от равенства и справа, то вы убедитесь в том, что и в том и в другом случае вы получаете 12,7. То есть данное выражение тоже является пропорцией. Страница 48, задание номер 8. Сколько времени потребуется, чтобы наполнить бассейн 288 литров воды, если за 7 часов его можно наполнить 224 литрами. Можем составить следующее выражение. За 7 часов наполняется 224 литра. За х часов 288. Значит, мы можем с вами составить следующую пропорцию. 7 деленное на х равно 224 деленное на 288. Далее мы можем с вами здесь использовать основное свойство пропорции. То есть произведение крайних членов равно произведению средних. 288 умноженное на 7 равно 224 умноженное на х. Отсюда мы получаем, что х равно 288 умножить на 7. И все это надо разделить на 224. После определенных сокращений мы получаем, что х равен 9 часов. Следующее задание, задание номер 12 со страницы 49. Решите следующее уравнение. В пункте А мы используем основное свойство пропорции. То есть 1,15 умножаем на х равно 3,4 умножаем на 1,1. Далее наше смешанное число мы должны записать в виде неправильных дробей. 6,5 умноженное на х равно 3,4 умноженное на 4,3. Получаем 6,5 умноженное на х равно 1. Отсюда х равен 5,6. Посмотрите, пожалуйста, на уравнение в пункте В. Здесь тоже мы для решения используем основное свойство дроби. То есть запишем 2, умноженное на 2х минус 1, равно 3, умноженное на 1, то есть 3. Здесь мы раскрываем скобки, получаем 4х минус 2 равно 3. Далее 4х равно 5. Соответственно, х равен 5 четвертых. Можем эту дробь записать в виде смешанного числа. Это будет равняться 1,1 четвертая. Следующее задание – это задание номер 20 со страницы 49. Высота классной комнаты относится к высоте двери и окна как 5 к 4 к 2. Найдите высоту двери и окна, если высота классной комнаты равна 2,5 метра. Давайте посмотрим. Комната у нас составляет 5 частей. Дверь составляет 4 части. Окно составляет 2 части. Так как по условию нам задано, что высота комнаты равна 2,5 метра, то мы с вами можем найти, сколько метров составляет 1 часть. То есть 2,5 мы разделим на 5 и получаем 0,5. Далее мы должны с вами найти высоту двери. Так как высота двери – это у нас 4 части, а одна часть – это 0,5 метра. Соответственно, мы должны 0,5 метра умножить на 4 и получаем, что высота двери у нас 2 метра. Окно у нас составляет 2 части. Поэтому мы должны 0,5 умножить на 2 и получается, что высота окна равна 1 метру. На этом у нас на сегодня все. Для закрепления темы я рекомендую вам прорешать задания со страниц 43, 44, 45, 48 и 49. Всего вам доброго. До свидания. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы с вами продолжаем изучение третьего раздела нашего учебника «Вещество и его свойства». Вы, наверное, уже поняли, как необъятен мир физики. Вокруг нас и внутри нас все происходят явления природы. И мы знаем, что природа и физика – это слова близнецы, слова братья. Вы уже, наверное, помните, что слово физика с греческого «фюзис» означает природа. И вот мы с вами сегодня поговорим еще об одном природном явлении – тепловое расширение вещества. Давайте рассмотрим такой пример. Брат подарил сестре заколочку такую в виде розочки. Но пока нес он ее в сумке, эта заколочка помялась. Он очень расстроился. Но сестра нашла выход из этой ситуации. Она придумала, что можно подержать заколочку над горячим паром от чайника. И они увидели, что лепесточки нашей розочки приняли первоначальную форму. Почему так произошло? Оказывается, когда наша розочка попала над горячим паром, ее лепесточки распрямились благодаря тепловому расширению тел. Давайте рассмотрим следующий пример. Возьмем шарик, подвесим на штативе. Под шарик закрепим вот такой металлический диск, которым есть отверстие, то есть такое колечко. Значит, мы с вами посмотрим, так как колечко большего диаметра, чем сам шарик, то мы можем его, посмотрите, вот оно входит и выходит совершенно спокойно из этого колечка. Мы возьмем, поставим спиртовку и нагреем наш шарик. Посмотрите, что у нас начало происходить. Шарик уже через наше колечко не проходит. Почему так происходит? Оказывается, когда мы нагреваем, молекулы начинают двигаться быстрее, им не хватает места, и они толкают другие молекулы, то есть вещество будет расширяться. Если этот шарик какое-то время полежит в этом колечке, шарик остынет, мы с вами увидим, что шарик спокойно опять начинает проходить через колечко. Почему так произошло? Значит, при остывании молекулы сжимаются, становятся ближе друг к другу, соответственно, он принимает первоначальную форму. Значит, мы с вами делаем очень важный вывод. При нагревании скорость молекул тела, она будет увеличиваться. Соответственно, расстояние между молекулами тоже будет увеличиваться. Значит, тело расширяется. А при охлаждении происходит наоборот. Скорость уменьшается, уменьшается расстояние между молекулами, тело сжимается, значит, его объем будет уменьшаться. Таким образом, тела имеют очень важное свойство – расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. Но на самом деле разные вещества, они сжимаются, расширяются по-разному. Например, газообразные вещества, они расширяются в тысячи раз больше, чем твердые тела. Но вы, наверное, знаете, что в газообразных веществах по сравнению с твердыми расстояние между молекулами больше. Значит, им легче двигаться, и они могут отходить друг от друга, наши молекулы, на большее расстояние. Обязательно тепловое расширение тел надо учитывать при строительстве, например, железной дороги. Между рельсами обязательно делаются зазоры. Для чего это делать? Было высчитано, что на 10 километров такого железнодорожного пути вот эти рельсы железной дороги на каждые 10 километров. Они увеличиваются на 1 метр 8 сантиметров. Поэтому, если не сделать зазоры, то у нас будет происходить вот такое явление, то есть рельсы будут искривляться. Это понятно, что по такой железной дороге двигаться никак будет невозможно. Обязательно, конечно, надо учитывать тепловое расширение тел и при других строительствах. Инженеры должны обязательно учитывать, из какого материала делают, например, мосты. Обязательно надо учитывать в конструкциях здания, чтобы не было трещины при изменении температуры. Электрикам обязательно надо учитывать тепловое расширение тел. Посмотрите, вот у вас высоковольтные линии электропередачи. Если мы, например, летом сделаем очень большую натяжку этих проводов, то зимой, когда эти провода уменьшатся в своих размерах, они могут оборваться. Или наоборот, если мы зимой сделаем, что эти провода будут провисать, летом они провиснут еще больше. Они могут коснуться земли, деревьев, и это приведет к очень серьезным последствиям. Трубопроводы, вы знаете, вы, наверное, видели очень часто у нас, особенно в Азербайджане, газопроводы, нефтепроводы делают такой P-образной формы. Казалось бы, ничего не мешало сделать вот эту трубу ровненькую, но на самом деле это все технологически инженеры высчитывают. При увеличении температуры, когда эта труба будет расширяться, если мы не сделаем такой P-образный выступ, она может лопнуть. А в этом случае она может совершенно спокойно расширяться и сжиматься. То есть изменения температуры никак на это влиять не будут. Также музыкантам, например, которые играют на струнных инструментах, на таре, на кяманче, на гитаре, например, они прекрасно знают, что если они дают концерт, например, в теплом помещении, в концертном зале, они струны натягивают больше для того, чтобы было хорошее звучание. А если на этом же музыкальном инструменте они играют в более холодном помещении или на улице, то они должны немножечко отпустить эту струну, потому что если они сильно натянут, а так как мы с вами сказали, при уменьшении температуры тела сжимаются, эти струны сожмутся, уменьшатся по своим размерам, они могут лопнуть. То есть это обязательно нужно будет учитывать. Давайте рассмотрим наше физическое явление, о котором мы с вами сегодня говорили при помощи прибора, который называется дилатометр. Посмотрите, из чего состоит дилатометр. У нас вот такая колбочка, там находится внутри воздух. Закрывается такой пробочкой, через эту пробку резиновую протягивается вот такая стеклянная трубочка. В этой трубочке находится капелька воды. Обычно эта капелька подкрашивается красным цветом для того, чтобы нам лучше было наблюдать вот это наше физическое явление. Мы с вами воздух в этом дилатометре должны будем нагреть. Ну как можно нагреть? Можно руками потереть, можно просто подержать в руках от нашей температуры, будет увеличиваться температура воздуха. А можно поставить, например, спиртовочку, от нее нагреть воздух нашего дилатометра. Что мы заметим? Посмотрите, капелька воды отодвинулась в правую сторону при увеличении температуры. Давайте подумаем, а почему так происходит? Посмотрите, когда мы нагрели, молекулы воздуха внутри нашего дилатометра начали быстро двигаться. То есть они толкают друг друга, они расширяются. Таким образом они толкают эту капельку воды, и она отодвигается в правую сторону. Если мы горелочку эту уберем, значит температура постепенно-постепенно начинает понижаться. То есть молекулы становятся на более ближнее расстояние. Соответственно, у нас будет уменьшаться их объем, этого нашего вещества, находящегося в дилатометре, в данном случае газа. И вот эта капелька воды потихонечку будет приходить в левую сторону. Значит, мы с вами сегодня поговорили о тепловом расширении разных веществ. Мы поняли самое главное, что этому расширению подвержены любые тела, твердые, жидкие, газообразные. Но газы расширяются больше, чем другие, из-за того, что расстояние между молекулами в газе, оно большое. Ну и так как мы говорим про тепловое расширение, вы можете вспомнить то, что вы с этим сталкиваетесь буквально на каждом шагу. Почему? Потому что если вы меряете, например, температуру, вы знаете термометр, когда температура ваша повышенная, у вас ртуть поднимается. А за счет чего она поднимается? За счет теплового расширения. То есть при увеличении температуры объем у нашей ртути был увеличенный. Дальше, если вы, например, одеваете какую-то обувь одну и ту же летом и зимой, вы, наверное, обращали внимание, что зимой она у вас более свободно на ноге находится, летом более плотно. То есть мы так же, как и все любые тела, способны к расширению. На сегодня наш урок закончен. Ваше домашнее задание будет внимательно прочитать параграф 13, ответить обязательно на вопросы после параграфа, что вы узнали, проверьте свои знания, разобраться с этой темой и, конечно, не забывать. Дорогие ребята, вы обязательно должны учитывать то, что мы живем сейчас в состоянии того, что свирепствует коронавирус. Вы обязательно помните, что обязательно вы должны одевать медицинские маски, когда вы ходите из дома. Вы обязательно должны следить за чистотой своих рук, думать в прежнюю очередь о окружающих вас людях. Я вам желаю здоровья и всего самого хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова